С вами школа Бовсуновского, сайт spb-tut.ru Видео, которое сейчас вы видите, появится сноска, переходы на данную статью. В данной статье я ответил на главные вопросы, как мне удалось выучить язык. Значит, с чего это началось? Вы знаете, ко мне приходит много писем, но бывают письма, когда человек действительно чувствуешь, просит совета. И вы знаете, я прочитал это письмо, вы прочитаете его на этой странице. И я вспомнил, как в 2009 году сначала были пырканье, то есть два года никакого изучения, потом было полгода изучения, якобы изучения Лутца, на котором засыпал, пока не понял, как изучать язык правильно. Поэтому данное письмо является врезками ответа, ссылками на данный вопрос. По сути дела, здесь есть и мой секрет успеха. Почему у меня все получилось? Он очень прост. Но, наверное, самую большую ценность это имеет ссылки. Вы получите... Вот это мое субъективное мнение, то есть мой опыт, который я прошел. Я очень рассчитываю и очень хочу вам помочь, что мой опыт поможет вам сэкономить годы. Коротко. Я просто брал с письма вырезки и здесь дублировал, что где-то, чтобы начать программировать через 1-2 года. И давал просто ссылки на статьи, допустим, вот статья, как происходит понимание языка с нуля до промышленного программирования. К этому приходишь намного позже. Но если вы начнете делать так, то это станет действительно реальностью. Программировать будете быстрее. Следующий вопрос. Что мне дадут ваши курсы? И вот немного я запутался с сайтом. С какого начинать, сколько в итоге стоит? То есть, ну, во-первых, человек получает письмо, в которое есть инструкция, в которой есть рекомендации, как организовать обучение в школе, сколько также стоит почитать статью. Глобально я это давал. Далее, для новичков есть разъяснение, понимают дети даже 9 лет, то есть Python с нуля. Вот тут вначале я пропустил два видео, что-то я перескочил. Допустим, подход 2009 года, наверное, писал позже. То есть, какой язык изучать? Бабам цветы, детям мороженое. Дорогие друзья, спустя 7 лет, вот на днях записал видео, мое мнение не изменилось, но появилось немножко расширенное видение. Я предлагаю изучить два языка и получить доступ к 10. То есть, это тоже видео, которое записано вот на днях, вы его прочитаете. И много других ссылок. Далее есть конкретные советы, далее есть разница, да, вот что я понял в 2000 году. Возможно, кто-то это соотнесет со своей ситуацией. По крайней мере, вы получите много ответов из живого опыта и на вопросы, которые, когда человек начинает программировать, у него куча вопросов. И самое главное, большинство из этих вопросов, они неверно построены не потому, что человек там плохой или там хороший, здесь не идет. Просто у человека вот нет знаний. Он думает, какой язык изучать. Он даже не ставит вопрос на сегодняшний день, а что я хочу программировать, а зачем мне язык. То есть, но все эти ответы вы здесь получите. Даже посмотрев некоторые видео, вы уже для себя будете четко определять. А вот это мне надо зачем-то, а вот это мне надо зачем-то. То есть, вы получите ответы на вопросы, которые стоят перед каждым человеком, который выбирает язык. Второе. Вы получите ответы на вопросы, которые возникнут с начала изучения языка. И что делать дальше? А вы знаете что? Заканчиваю, так как решил короткое видео записать, всего 5 минут, потому что надо просто читать, смотреть ссылки и получать вот этот ответы свои. Вы просто переосмыслите эту информацию, и у вас будет на чем принять решение вообще. Вы знаете что? Я могу сегодня сказать, что 7 лет назад я нашел себя. И сегодня я живу. Я живу полной жизнью. Я смотрю вперед. Я ценю каждый день. Хотя, вот заметьте честно, кругом посмотрите. У многих людей, которым 35-40 лет, они не знают, что делать, у них жизнь закончилась. Ребят, значит это для вас. Если вдруг вы в такой ситуации оказались, ну что делать? Ребят, в жизни столько событий, в жизни столько можно сделать и нужно делать. Поэтому эта статья и для тех, кто ищет, и для тех, кто разочаровался, и для тех, кто сомневается, просто смотрите. Смотрите, я понимаю, может, возможно, где-то пугает мой энтузиазм, но меня вот это письмо так пробило, когда вот чувствуешь вот эту искренность, да? И вот я такой всегда на энтузиазме. Ну, понимаете, это мир. Поэтому читайте, получайте ответы. Я очень, мне хочется вам помочь, для этого я работаю. И спасибо вам за доверие. Валерий Бусыновский. Кстати, а ну все.